Да, действительно, эта проблема очень серьезная, потому что спутники, которые летают вокруг нашей планеты, имеют скорость примерно 8 км в секунду. Но эта скорость примерно в 8 раз больше, чем скорость пули, выпущенная из огнестрельного оружия. Малейшая песчинка имеет энергию космическую, которую пробьет и испортит космический аппарат запросто. Поэтому проблема борьбы с космическим мусором, уменьшение опасности столкновения с ним, она очень серьезная. Я вам просто приведу расчет, что на скорости в средней встрече 10 км в секунду болтик массы в 10 грамм эквивалентен разрыву противотанкового снаряда. МКС разнесет в клочья, поэтому программа обслуживания МКС состоит еще и в том, чтобы постоянно следить за теми орбитами, которые мы контролируем, этого космического мусора, и в случае какой-то возможной встречи изменять орбиту МКС, у него все-таки двигатель существует, с тем, чтобы уклониться от такого столкновения. И вот, к сожалению, сейчас уже в этом году уже было больше 10 операций уклонения. То есть уже число мусора неприятно выросло. Проблема стоит сегодня и с запусками космических аппаратов, потому что нужно запустить ракету так, чтобы по пути с ней ничто не столкнулось. Для того, чтобы проводить запуски каких-то аппаратов на орбиту, выбирает специальные окна, когда четко совершенно из известных параметров движения космических тел известно, что ничто сегодня нашу орбиту не пресечет. И вот тогда в эти окна можно осуществлять запуски. Причем эти окна, продолжительность этих окон связана только с теми обломками, которые там летают, которые мы знаем, которые мы контролируем. А мы контролируем сейчас примерно около 10 тысяч тел на околоземных орбитах из примерно 600 тысяч. Остальные они настолько малы, что наша техника не позволяет их, так сказать, контролировать и знать точные их орбиты. Они слишком маленькие. Здесь, конечно, два варианта. Сначала мы думаем о том, чтобы создать более чувствительные телескопы, которые позволят нам наблюдать эти космические тела. А с другой стороны, нужно подумать о том, чтобы их не было вовсе. То есть сейчас эти обломки возникают, в общем-то, и планово, и непланово. Планово — это когда запускается какой-то космический аппарат, а от него отделяется многочисленная фрагмента сопутствующей запуску. Отстрелянные болты, отброшенные крышки. Даже вот последняя ступень ракеты-носитель — это тоже космический мусор. Она находится в космосе, имеет большую массу. Она никуда не упадет, она там будет летать, пока не столкнется с кем-нибудь или не сгорит в атмосфере. Но это уже через очень большие промежутки времени, когда вот она затормозится и опустится. Могут быть, тысячи лет, могут быть, сто тысяч лет. И поэтому существует второй подход. Давайте запускать наши аппараты так, чтобы как можно меньше неприятных обломков оставалось в космосе, как попутная нагрузка. Ну и естественно, что когда космический аппарат выходит из строя, они же тоже ведь не вечные, вот нужно продумать вариант, чтобы увести их с той орбиты, где работают другие спутники. И поэтому сейчас уже придумано даже такое понятие — орбита захоронения. Это некоторая такая область, куда весь этот космический мусор, если есть возможность, перемещают, и там он уже доживает свой век. Примерно неработающих спутников где-то около 10 тысяч. Это спутники, крупные обломки, крышки там сброшенные, последняя ступень ракетоносителей. Почти 10 тысяч. Вот это проблема, которая обсуждается, как правило, на международных уровнях, на встречах представителей космических агентств, которые, в общем-то, занимаются проблемой уменьшения вот этой нагрузки экологической на космос. Исследование космоса мы, конечно же, будем делать с помощью ракет. Потому что пока у нас другого способа нет. И если мы будем откладывать это исследование, мы, в конце концов, останемся настолько позади прогресса, что уже не догнать. Кроме этого, существует достаточно много мелких тел вообще в Солнечной системе. И вот если это мелкое тело, это красота неописуемая, когда сгорает падающая звезда. Можете загадать желание, если повезет, оно и сбудется даже. Но эти тела не опасны, они полностью сгоряют в атмосфере. А если оно будет чуть-чуть побольше, то могут быть неприятности, как вот было в 2013 году в Челябинске, где в 1908 году было на Тунгусской тайгой, катастрофическое, в общем-то, явление. А если будет еще побольше, то опасность может быть даже трудновоображаемой. Последствия могут быть самыми разными. Начиная от массовой гибели животных и растений, как это было 65 миллионов лет назад, ну все знают, что тогда погибли динозавры, и на эволюционной ветве вдруг расцвели млекопитающее, которое и нам с вами позволило существовать. То, в принципе, могут быть и еще более роковые ситуации, когда разрушается вся кора планеты, вот, скажем, по-видимому, на Венере такая произошла ситуация, там вся планета состоит из сплошного лавового поля. А может быть и еще страшнее, ведь у нас же между планетами Марса и Юпитера существует пояс астероидов, скорее всего, это именно обломки такой разрушенной космическим ударом планеты. Опасность — это очень серьезно. И сейчас ее изучению уделяется огромное внимание на самых высоких уровнях международного сотрудничества. В частности, ООН имеет тоже специальные комиссии, которые этим занимаются. И у нас в Академии такая существует академийного группа по исследованию космических рисков. Вот мы все знаем, что существует такая легендарная астрономическая точность. Бог знает, до каких глубин Вселенной можем заглянуть, померить расстояние, померить все, что только мы увидим. Но этой точности для решения данной проблемы не хватает. Вот, скажем, мы можем найти какое-то тело, которое движется к Земле, и вдруг оно по нам попадет. Так вот, чтобы сказать, насколько этот риск велик, требуются годы исследования, потому что малоточности. Грубо говоря, если у вас до столкновения один год, то достаточно вам ошибиться в скорости движения этого тела на один сантиметр в секунду, и оно может уже либо пройти мимо Земли, либо Земля пройдет мимо него, с другой стороны. Всего-навсего сантиметров в секунду. Мы с такой точностью еще не умеем работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова